Здравствуйте! В эфире программа «Лицом к лицу», я Евгений Огарков. Здравствуйте! Курс на НАТО. Президент Украины зарегистрировал в парламенте проект изменений в Конституции Украины относительно стремления интеграции Украины в НАТО и Европейский Союз. Проект закона был внесен в парламент в понедельник, 3 сентября. Эту и другие темы сотрудничества с НАТО мы обсудим сегодня с нашим гостем. Это эксперт Центра «Стратегия-21» и Совета внешней политики «Украинская призма» Виталий Мартынюк. Здравствуйте, Виталий! Добрый день! Как считаете, вот закрепление в Конституции вот этого проекта изменений курса на НАТО, на Европу, это что-то значит для нас? Или же это не более, чем текст Конституции? Потому что один президент захотел – внес, другой президент захотел – убрал, как это было у нас во времена президентства, перехода власти Ющенко Янукович. А тем не менее в США, несмотря еще на то, что выборы не состоялись, в США нашему послу уже задают вопросы, ну, начинают какие-то такие риторики, посылы, сомнения – останется ли наш курс на НАТО таким же прежним, вот как сейчас? Да, действительно, очень многое зависит и от того, кто есть главой государства, и главное – это от состава парламента, от состава Верховной Рады. Потому что, если мы говорим об изменениях в Конституцию, то здесь нужно как минимум две трети голосов для того, чтобы такие изменения внести. Соответственно, если они будут приняты, такое же количество, не меньше, нужно для того, чтобы изменить Конституцию, не дай Бог, в обратную сторону. Что это значит для нас? Декларация на самом высоком уровне в Конституции означает то, что мы демонстрируем всем, что Украина окончательно выбрала свой курс. То есть наши серьезные намерения такие, да? Да, именно серьезные намерения. Почему я бы обратил на это внимание? Во-первых, потому что с 2008 года, с бухарестского саммита НАТО, когда в НАТО сказали «Украина будет членом Альянса», то это США скорее сказала, тогда США очень хотела. США настаивала вообще на предоставлении нам плана действий по членству, но некоторые европейские страны не поддержали эту позицию, а консенсус для принятия решений важен, поэтому нам просто записали, что Украина и Грузия будут членами Альянса. После этого последовало избрание Януковича, президентом 2009-2010, потом изменение, вернее, принятие закона об основах внешней и внутренней политики, где записали, что Украина внеблоковое государство. Вот это колебание, оно очень сильно нас оттолкнуло от членства в Альянсе. И уже потом, после 2014 года, когда уже правительство, и президент, и парламент, и правительство говорили, что Украина идет к членству Альянса, но это не было зафиксировано в законе, это не было зафиксировано как действительно намерение государства. Шли разговоры, мы интегрировались, мы наращивали сотрудничество, но только вот буквально за последний год, когда были внесены изменения в закон о основах внутренней и внешней политики, после того, как уже официально были направлены документы в штаб-квартиру НАТО о том, что Украина таки желает получить членство в Альянсе, после того, как президент неоднократно об этом заявлял, и в результате еще был в июне этого года принят закон о национальной безопасности Украины, теперь в Альянсе понимают, что Украина действительно стремится к членству в НАТО. А плюс констатация этого факта на конституционном уровне окончательно закрепит наше стремление. То есть, скажите, вот констатация этого факта, для кого это сейчас важнее? Для нас или для Европы? Или это обоюдная необходимость такая? Я действительно сказал, что это обоюдная необходимость. Во-первых, как я уже упомянул, для того, чтобы, не дай Бог, обратно изменить Конституцию, нужно две трети голосов, то есть это будет сделать не так просто, хотя мы еще не знаем, как закончится рассмотрение в парламенте внесенной президентом инициативы. И со стороны Альянса, а в первую очередь стран-членов НАТО, которые являются европейскими странами, это самый высший уровень выражения нашего стремления. То есть, что еще нужно, чтобы убедить, что да, действительно, мы взяли курс на членство. А вот вы говорили, что нужно будет необходимое количество голосов для того, чтобы изменить закон в обратную сторону. А как считаете, наберем ли мы в данной ситуации необходимое количество голосов для того, чтобы внести правки в законопроект президента? Для того, чтобы принять? Да, для того, чтобы принять. Ну, вопрос достаточно сложный, потому что Украина приближается и к президентским, и к парламентским выборам. Поэтому политические партии больше будут руководствоваться, на мой взгляд, не именно идеей вступления Украины в НАТО, а тем, как они будут выглядеть в глазах электората. И вот здесь нужно посмотреть на уровень поддержки среди украинцев как раз вот курса на членство в Альянсе. Какой сейчас он приблизительно? Приблизительно 52-54%. Большинство? Может быть, и больше по разным исследованиям. Ну, то есть, да, это большинство. Это при том, что по исследованиям не значит, что если у нас там 54%, остальные 46%, это против. Нет, есть еще прослойка тех, которые не ответили, не определились, то есть, ну, которые могут быть и в одной стороне, и в другой. А давайте напомним уровень поддержки вступления Украины в НАТО в 2008 году. Вы знаете, я сейчас уже не вспомню точно, что было в 2008, но явно, что уровень был ниже. Это явно, да. Явно был результат ниже. Причем у меня еще в памяти откладываются эти надписи на стенах баллончиком газовым. Знаете, НАТО нет. То есть, была такая пропаганда определенная, работа со стороны других служб, скажем так. Ну, я бы отметил тот факт, что даже мероприятия, которые проводились на тематику евроатлантической интеграции, это дискуссии экспертные и так далее, они в то время сопровождались акциями противодействия. Мне даже вспоминается организованный у ПЦМП хрестный ход против НАТО, что нонсенс, ну, вообще, где религия и где вот такая вот международная политика. Сейчас вот нас США поддерживают в вопросе вступления в НАТО, да, как, ну, в принципе, с 2008 года те же риторики были. Но сейчас, вы знаете, я не вижу таких резких заявлений о том, что, знаете, как Украина должна вступить в НАТО. Вот нету такого, как было 10 лет назад практически. От кого сейчас зависит наше вступление, ну, вот нынешнее вступление? Четко от нас или от США, или от Европы, или это комплексный такой подход? Ну, опять же, мы не можем полагаться только на Соединенные Штаты Америки. Потому что решение должно приниматься единогласно всеми членами Альянса. И здесь США, Канада, они демонстрируют свою поддержку в вступлении Украины в НАТО. Но при этом они заявляют о необходимости проведения реформ, которые будут уже достаточно серьезными и такими, которые нельзя потом переделать. То есть глубина этих реформ. Борьба с коррупцией об этом постоянно заявляют. Но также следует обращать внимание на позицию разных членов европейских стран, которые являются членами НАТО. А что у нас с Европой? Давайте попробуем разложить по полочкам. Да, нам будет сложно разложить все 27 стран. Ну, давайте основные, давайте Францию, Германию. Назовем те, которые могут нам сейчас противодействовать, ну, не противодействовать, а вот такие преграды какие-то создавать. Я бы в первую очередь упомянул Венгрию. Венгрию почему? Потому что после принятия закона об образовании в прошлом году Венгрия взяла такой активный курс на противодействие Украине не только по членству НАТО, а вообще на международной арене, достигая своих абсолютно локальных целей. Из-за Венгрии не была проведена комиссия Украина-НАТО во время Брюссельского саммита в июле этого года. Да, наложили вето. И выход был проведение такого общего заседания вместе с Грузией. То есть Венгрия заявила, что мы будем препятствовать. Хотя она получает порции критики и со стороны Брюсселя, с штаб-квартиры НАТО, и со стороны США, и некоторых других европейских союзников. Но, тем не менее, она все равно продолжает гнуть свою линию. Франция, Германия. Здесь тоже не все так просто. Следует вспомнить, что в 2008 году эти две страны выступили против предоставления Украине ПДЧ. В то время, когда у нас не было войны с Российской Федерацией. В то время, как мы были достаточно подготовлены к вступлению, к получению ПДЧ. То есть я не хочу сказать, что мы были полностью готовы к получению членства. И сейчас вот тоже эти две страны, они, ну, мягко сказать, осторожно подходят к членству Украины в НАТО. Они, на мой взгляд, вот не готовы, если вот завтра провести голосование среди союзников, они вот не готовы поддержать это решение. Почему? Франция. Эммануэль Макрон, президент Франции, он вообще отстаивает позицию в создании европейской армии. И позиция Франции в НАТО всегда была особенной, можно так сказать. Достаточно длительный период Франция не входила в военные компоненты. И только, если не ошибаюсь, в 2007 году она начала свой возврат туда. Франция стоит на позициях усиления оборонной составляющей Европейского Союза. И об этом Макрон буквально недавно опять заявил. Но тут проблема в том, что 22 страны, которые являются членами и Европейского Союза, и НАТО, они тоже критически воспринимают такие инициативы Макрона, потому что думают, а как же оборонные расходы? Их что нужно будет удваивать? То есть к чему это приведет? Берлин. Берлин стремится сохранить свое лидерство в Европейском Союзе, оставаясь при этом одной из ключевых стран Альянса, но и учитывая разные факторы, в том числе фактор Российской Федерации. Берлин считает, что откровенный путь Украины к членству, хотя НАТО в 2008 году и заявило, что Украина будет членом Альянса, может спровоцировать Россию. А Берлин, кстати, и Париж, они настаивают на сохранении диалога с Москвой. Но они забывают, что во время Бухаревского саммита, когда фактически был заблокирован план действий по предоставлению членства Украине, и вот это решение, за этим решением последовала война в Грузии. Грузии тоже не дали ПДЧ. Ну да, но они, тем не менее, очень стремились, так же, как и Украина. Об этом мы говорили перед Брюссельским саммитом, мы ожидали, что все-таки хотя бы Грузии дадут вот сейчас, в этом году, план ПДЧ. Но этого не случилось, к сожалению. Да, понятно, Украине сейчас, наверное, тяжело будет рассчитывать, было тяжело рассчитывать на саммите на ПДЧ, но надеялись, что, может, Грузии дадут, и это будет сигнал Москве о том, что, да, с Москвой заявляют, что мы готовы обсуждать какие-то вопросы, но кому быть членом НАТО, вы, пожалуйста, туда не вмешивайтесь. И, с другой стороны, это был бы сигнал вообще всей Восточной Европе, всем странам Восточной Европы. Если учесть сейчас сложные отношения между США и Европой, для Украины это что? Это может быть опасность или все-таки какой-то шанс, возможность этим воспользоваться? Нет, однозначно, трансатлантическое единство – это шанс для Украины. То есть вот эти вот разбежности, которые мы наблюдаем между Вашингтоном и другими европейскими столицами, Берлином, Парижем, они не на пользу Украине. Нам здесь важно, чтобы в Альянсе сохранялось единство не только во время саммита, не только по ключевым вопросам, которые касаются непосредственного функционирования НАТО, но и по вопросам будущего членства Украины. То есть вот это единство для нас важно. Ну вот, насколько мне помнится, тогда президент США был очень настойчив в предложении взять Украину в НАТО. И тогда, как бы к нему не настолько прислушивались сильно, он, знаете, его не считали такой угрозой. То есть он был такой относительно мягкий на то время. У Трампа риторика, она более резкая. К Трампу больше прислушиваются к его угрозам. Может, вот под вот этим давлением, ну, если США начнет давить, вот если бы так, как было в 2008 году, могут прислушаться к тому, чтобы взять Украину в НАТО? Тем более, что он постоянно кусает Германию за северный поток с Россией. Да, но с другой стороны, Трамп получает и намного большую порцию критики от европейских союзников. Потому что Европейский Союз стремится показать, что должен быть диалог между Вашингтоном и Брюсселем, а не вот просто навязывание позиции со стороны Вашингтона. Тут Трамп, ну, наверное, чересчур экспрессивен в своих заявлениях. И мы это видим. Иногда, возвращаясь домой, он потом риторику меняет под воздействием Конгресса. То есть все-таки нужно, нам нужна решительность Вашингтона, но важно единство, трансатлантическое единство, чтобы оно было сохранено. Спасибо большое. Гостем программы «Лицом к лицу» был эксперт Центра «Стратегия-21» и Совета внешней политики «Украинская призма» Виталий Мартынюк. Я, Евгений Агарков, прощаюсь с Вами. До новых встреч на телеканале UATV.